На телеканале нефтехим новости в студии Альберт Меншин. Здравствуйте! Как всегда, мы расскажем вам о наиболее значимых событиях не только Нижнекамска, но и республики в целом. Вначале коротко о главном. Большой подарок городу от Нижнекамск-Нефтехима. Мы год экологии и общественных пространств, начиная вот с такого положительного примера. Президент Татарстана сегодня запустил обновленные очистные сооружения. Не видать должнику кредита. Начитая работу по выгрузке данных о жителях, которые имеют долги за жилищные коммунальные услуги. Коммунальщики Нижнекамска передают сведения о горожанах в Национальное бюро кредитных историй. ДТП, погони и операция «Тоннель». За минувшую неделю на территории города Нижнекамска Нижнекамского района было зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом и 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Что произошло на дорогах Нижнекамска за минувшую неделю. Очистные сооружения компании Нижнекамс-Нефтехим функционируют с 1966 года. Сюда на очистку поступает 80% промышленных и 20% коммунальных стоков. Экологическая политика государства ежегодно совершенствуется и требования ужесточаются. В связи с этим правительством республики было принято решение о реконструкции этого подразделения. Ежедневно сотрудники компании обновляли и совершенствовали БОС. И вот, наконец-то, смело можно сказать, первый этап реконструкции позади. Подробности в сюжете далее. На протяжении всего прошлого года мы неоднократно рассказывали о масштабной реконструкции биологических очистных сооружений. Этот объект компании Нижнекамс-Нефтехим играет огромную роль не только для производства, но и для всего города. Именно здесь проходят очистку сточные воды. Каждый месяц руководители этого подразделения рассказывали нам и нашим телезрителям о произошедших изменениях. И, наконец, настал тот самый долгожданный момент. Первый этап завершен полностью. У нас полностью узел мехочистки, весь сейчас герметичный. В атмосферу вредные выбросы полностью исключены. Газочистные станции работают в нормальном режиме. Также новое оборудование позволяет улавливать мусор от 5 мм. В отличие от предыдущей схемы, теперь в стоках максимально сохраняется бытовая органика. Также к работе готовы газочистные установки «Ятаган», которые разлагают газы и испарения с поверхности стоков. На этом работа химиков не закончена. На очереди вторая реконструкция «БОС». В этом году планируется начать второй этап. Реконструкция узла тоже мехочистки, только химзагрязненных стоков, где будут также установлены газоочистительные системы, будут построены флотаторы, которые будут отделять уже углеводороды на первичном поступлении очистные сооружения. Ну и в последующем еще несколько этапов. Реконструкция «БОС» – событие, значимое не только для промышленного гиганта и самого города, но и для всей республики. На торжественное открытие прибыл президент Татарстана Рустам Миниханов. Он высоко оценил реконструкцию этого подразделения и отметил, что очень символично реализовать этот проект именно в 2017 году. Мы год экологии общественных пространств. Начинаем вот с такого положительного примера, когда такая большая компания «Нижнекамснефтехим», которая входит в группу компании «Таиф», приняла решение и реализовала достаточно большой серьезный инвестиционный проект. И вот мы находимся здесь, здесь нет никаких запахов. Значит, окружающая среда, жители города, населенных пунктов уже не будут высказывать какие-то претензии в связи с тем, что есть какие-то запахи. Ну и, конечно же, выбросы, которых мы своими глазами не видим, здесь на порядок лучше, чем есть сегодняшние нормативы. После символического нажатия на кнопку запуска обновленных БОС президенту провели небольшую экскурсию. Показали объекты, подробно описав, почему теперь Нижнекамские честные сооружения можно смело считать одними из лучших в республике. Все это было открытым и все это испарялось. Сейчас мы сделали первый этап. Завели стоки в камеру. Как раз решеток, где вот как граблями весь мусор до 5 миллиметров забирается, раскладывается и песок плавливается. То, что успешно пройдет и второй этап реконструкции, сомневаться не приходится. Нефтехимики уже не раз доказывали, что способны выполнить любые поставленные правительством задачи. Евгений Авдеев, Роман Мальцев, телеканал «Нефтехим». Сегодня состоялось годовое собрание акционеров публичного акционерного общества Нижнекамск-Нефтехим. В ходе мероприятия его участники рассмотрели все вопросы, которые значились на повестке дня. Акционеры утвердили годовой отчет компании. Было принято решение не выплачивать в этом году дивиденды. Присутствующие избрали новый состав Совета директоров, а также ревизионной комиссии. В качестве аудитора на 2017 год была выбрана компания PricewaterhouseCoopers Audit. Со своими докладами акционеров ознакомили генеральный директор Нижнекамск-Нефтехима Азад Бекмурзин и другие руководители компании. Помимо нефтехимиков, на собрании присутствовали почетные гости, в их числе президент республики Рустам Мениханов. Глава Татарстана высоко оценил вклад Нижнекамск-Нефтехима в развитие республики и обозначил приоритеты компании на будущее. Учитывая то, что Нижнекамск-Нефтехим является одним из ведущих мировых производителей синтетических каучуков, приоритетным на 2017-2018 годы должны стать проекты по расширению действующих производств по выпуску мономеров и наращиванию объемов производства синтетических каучуков, в частности каучуков СКИ-3 на 100 тысяч тонн. Подробнее о собрании акционеров мы расскажем вам в эту пятницу в программе «Неделя». С 1 апреля будет увеличен размер социальных и страховых пенсий. Согласно постановлению правительства, социальные выплаты вырастут на 1,5%, то есть примерно на 129 рублей. Средний размер такой пенсии составит около 8800 рублей. Одновременно будут увеличены другие выплаты, размер которых рассчитывается исходя из роста социальных. В этот же период, согласно закону, страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы еще на 0,38%. Это решение связано с разницей между прогнозной и фактической инфляцией по итогам 2016 года. Прогноз оказался выше факта именно на такую цифру. Расходы на это повышение составят около 14 миллиардов рублей. Среднегодовой размер пенсии по старости с учетом увеличения в 2017 году составит чуть больше 13 600 рублей. Общая задолженность нижнекамцев за жилищно-коммунальные услуги к марту этого года составляет 363 миллиона рублей. Причем долг со временем не уменьшается, только растет. Коммунальщики пользуются всеми доступными средствами, чтобы изъять необходимую сумму нижнекамцев. Теперь сведения о злостных должниках будут передаваться в Национальное бюро кредитных историй. Напомним, многие кредитные организации принимают решения на основании данных из этой базы. О том, как не попасть в черный список у банков, расскажет Рушинья Валеева. Система по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги в Нижнекамске давно отлажена. Сейчас за один пропущенный месяц никого не наказывают. Через 60 дней должнику приходит уведомление с просьбой оплатить услуги. Если в течение трех месяцев горожанин этого не делает, управляющие компании собирают документы и направляют их в суд. В дальнейшем судебные приставы лично навещают злостных неплательщиков. Они вправе арестовать имущество, а в особо запущенных случаях и вовсе отобрать квартиру. При этом, по словам коммунальщиков, 80% должников имеют кредиты в банках, которые продолжают успешно оплачивать, игнорируя коммунальные платежи. В законодательстве существует способ борьбы с подобными неплательщиками. Теперь нижнекамские власти взяли его на заметку и активно разрабатывают. О том, как это происходит, журналистам на брифинге рассказал заместитель руководителя исполкома Нижнекамска. В настоящее время все управляющие компании провели данную работу. Заключено соглашение с Национальным бюро кредитных историй. И на данный момент уже начитая работа по выгрузке данных о жителях, которые имеют долги за жилищно-коммунальные услуги. Более 100 лицевых счетов уже предоставлены информацией. Следует отметить, что упомянутое бюро – это грандиозная база данных о кредитных историях жителей всей страны. Этой информацией банки пользуются, когда принимают решение о выдаче денег. Поэтому не исключено, что должник по коммуналке необходимой суммой взаймы попросту не получит. По мнению властей, это должно подстегнуть неплательщика расправиться с долгами за жилищно-коммунальные услуги в первую очередь. Кстати, в черный список отправятся далеко не все должники. После вынесения решения суда, в том случае, если долг признан и взыском, и в добровольном порядке должник не оплачивает в течение 10 дней задолженность, которую определил суд судимым приказом или решением суда, такая информация, согласно действительному законодательству, может быть передана Национальным бюро кредитных историй. Но, как заверили коммунальщики, кредитная репутация должника будет испорчена не навечно. Самый быстрый способ исправить ситуацию – расплатиться с долгами управляющим компаниям. Тогда они подадут новые сведения. Информация, по словам властей, обновляется ежемесячно. Тем не менее, коммунальщики рекомендуют не запускать дела до такой степени. Лучше договориться со своей управляющей компанией и отдавать долг постепенно. Также можно расплатиться и натуральным трудом. Рушния Валеева, Артур Довлекаев, телеканал «Нефтихим». Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон об ОСАГО. В народе его уже прозвали «законом о натуральных выплатах». Согласно проекту документа, страховые компании будут обязаны ремонтировать автомобили. Причем детали должны быть исключительно новыми и за износ доплачивать не придется. Машины в возрасте до двух лет будут ремонтировать только у официальных дилеров. А срок починки составит не более 30 дней. Автосервис должен находиться в 50 километрах от места ДТП или места жительства потерпевшего. Выбрать станцию ремонта автовладелец сможет из предложенного страховщиками списка. Если ни одна из компаний ему не подойдет, страховку выплатят деньгами. Также денежную выплату предоставят, если водитель погиб или его здоровье был причинен средний или тяжелый вред. Если стоимость ремонта превышает лимит в 400 тысяч рублей, а доплатить водитель не согласен. Закон уже прошел три чтения и вступит в силу 28 апреля. В Нижнекамске впервые прошел конкурс «Умники и умницы среди дешкалят». Показать свои увлечения, проявить себя в конкурсе «Экодефиле» и продемонстрировать способности в мире знаний. Это и многое другое предстояло выполнить 10 воспитанникам различных детских садов. Кто же стал самым-самым, узнаем из материала Рустама Калимулина. Конкурс был поделен на несколько туров. Это различные логические задачки, а также вопросы на быстроту и сообразительность. Один из этапов был приурочен к 2017 году. В конкурсном задании «Экодефиле», которое приурочено к году экологии, демонстрирует свой костюм, выполненный из сбросового материала. Но самым запоминающимся и интересным стал первый этап соревнований, который назывался «Лучший из лучших». Маленькие умники и умницы должны были презентовать свое увлечение или хобби. Каждый пытался удивить членов жюри своим оригинальным подходом. Один из участников решил рассказать о себе в стихах, наложил рифмы на музыку и получилось популярное музыкальное направление – рэп. Другая участница решила покорить всех присутствующих и жюрить тем, что она мастерски владеет молотом. Всего за пару минут девочка сколотила самый настоящий скворечник. Назар Гельфанов, прежде чем попасть в финал, прошел два отборочных этапа. Свои шесть лет он уже ловко выполняет различные спортивные упражнения. Да и мысли насчет конкурса в его-то годы совсем не детские. Я очень сильно готовился, ждал этого момента. Я думал, я недостаточно умный, но я прошел. У меня счастье как будто бы рвется из сердца. Всего в этом году в конкурсе принимало участие более 70 детей из различных дошкольных учреждений города и района. В финал прошли 10 дошколят. После подсчета всех баллов места распределились следующим образом. Первый занял детский сад номер 45. Воспитанники 89-го и 74-го поделили второе место. И третью ступень пьедестала подсчета также разделили дошкольные учреждения села Сухарева и садик номер один. И никто в этот день не остался без подарков. Все финалисты получили памятные подарки в той или иной номинации. Рустам Калимулин, Лисанн Саитова, телеканал «Нефтихим». О том, что интересного произошло в республике, вы сможете узнать из нашего экспресс-обзора. Ставки на спорт. С 1 апреля букмекеры будут обязаны отчислять 5% от своих доходов в спортивном федерации. Согласно новому закону, 80% отчислений будут направляться на развитие профессионального спорта и 20% на развитие детско-юношеского. Деньги получат те направления, ставки на которые принимает конкретный букмекер. Одноруких бандитов уничтожат. С 8 апреля Росимущество получит право уничтожать игровое оборудование, изъятое в качестве вещественного доказательства. Подобную меру многие эксперты признали едва ли не единственным способом добиться того, чтобы однорукие бандиты не использовались повторно. Скидки на Платон. С 15 апреля постановлением правительства вводится новый тариф для проезда грузовиков. 1 рубль 91 копейка за километр. В настоящее время стоимость перевозок на 38 копеек ниже. Также Дмитрий Медведев распорядился создать систему скидок. Предполагается, что уменьшение цен будет связано с величиной пробега грузовика. Весна – самое нелюбимое время года у сотрудников ГИБДД. Сейчас концентрация нарушителей ПДД на дорогах особенно велика. Может быть, пробуждение природы так действует на водителей. Может и еще что-то, но факты – вещь упрямая. Именно весной замечаешь большое количество правонарушителей на дорогах. Нижнекамск в этом плане в стороне не остался. Сотрудники ГИБДД рассказали нам обо всех происшествиях за прошедшую неделю. Школьные каникулы закончились. Дети приступили к занятиям, улицы опустили. Казалось бы, сотрудникам ГИБДД можно выдохнуть и немного расслабиться. Но не тут-то было. Теплая погода и невнимательность водителей привели почти к двум сотням дорожно-транспортных происшествий. За минувшую неделю на территории города Нижнекамска Нижнекамского района было зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом и 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Самое серьезное ТВ произошло в минувшую субботу в 7 часов 15 минут на 85-м километре автодороги чисто по Нижнекамск. Водитель «Двенашки» вылетел навстречу и совершил столкновение с автомобилем «Део Матис». От удара у иностранной малолитражки оторвалось переднее левое колесо, которое влетело в попутный транспорт «Ладу Приору». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 6 человек, трое из которых дети 3, 6 и 9 лет. Все пострадавшие с многочисленными переломами, ссадинами и ушибами были доставлены в больницу. Инспекторы считают, что такого количества пострадавших можно было избежать, например, если бы дети находились в специальных удерживающих креслах, а не пристегнуты адаптерами. Проверка наличия специальных детских кресел – одна из основных задач, ставшая уже традиционной операцией «Туннель», которую сотрудники ГИБДД провели на минувшей неделе. За время рейда было проверено около 200 автомобилей. Также в этот день сотрудники ГИБДД выявили водителя, который не выполнил законные требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Преследование продолжалось недолго. Данный водитель был задержан на перекрестке Безова-Лесная. Выяснилось, что у него нет водительского удостоверения. Он обучался в автошколе, однако водительское удостоверение не получал. Правонарушителем оказался 25-летний молодой человек. В отношении него был составлен административный протокол. За управление транспортным средством, не имея прав, теперь ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. Кроме этого, сотрудниками ГИБДД составлен административный материал на хозяина данного автомобиля, который в момент преследования также находился в машине. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Его транспортное средство «Девятка» помещено на специализированную стоянку. Программу продолжит оперативная сводка. Не переключайтесь. Нежелательный гость. 38-летняя жительница Казани обратилась в полицию с сообщением об исчезновении имущества на сумму свыше 40 тысяч рублей. Она пояснила, что из квартиры неизвестные похитили ноутбук и комплектующие к нему. Выяснилось, накануне кражек потерпевшей приходили ее знакомые. После небольшого застолья гости разошлись. Именно после их ухода женщина и обнаружила пропажу ноутбука. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 21-летний Казанец, который в этот вечер также гостил у потерпевшей. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, злоумышленник спрятал ноутбук в пакет и поспешил уйти. Оперативники изъяли залоговые билеты с ломбардов, куда он сбыл похищенные вещи, и возбудили уголовное дело. Муж и жена – одна сатана. В одну из больниц набережных Челнов поступил ранее судимый 29-летний житель поселка Сидоровка. Врачи обнаружили, что у мужчины проникающее ножевое ранение в грудной клетке. Полицейские установили, что удар холодным оружием ему нанесла 22-летняя сожительница. После задержания девушка призналась, что ударила ножом гражданского супруга в ходе ссоры после совместного распития напитков. С места происшествия сотрудники полиции изъяли нож. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Избил за гроши Темным вечером неоднократно судимый 35-летний житель Рыбнослободского района республики решил заработать на жизнь весьма необычным способом. Встретив на улице 12-летнюю девочку, мужчина избил ее и открыто похитил 17 рублей. Девочка с различными травмами доставлена в больницу. В ходе оперативно-растных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и разбойного нападения. Измест лишения свободы освободился в сентябре 2016 года. Оперативники также подозревают мужчину в попытке совершения аналогичного преступления, совершенного на территории Нижнекамска. Впереди новости производственного сектора. Оставайтесь с нами. Совсем недавно мы рассказывали вам о производстве алкилфенола в цехе 2807. Именно он производит продукцию, которая в последующем пользуется в бытовой химии и различных машинных маслах. Но у этого подразделения есть еще одно направление. Рустам Калемулин подробнее. Завод Ольгомеров – один из самых молодых в компании Нижнекамснефтехим. Здесь производится множество различной продукции. Неонолы, полиэтиленгликоли, альфа-олефины, тримеры и тетрамеры пропилена и многое другое. Все это востребовано в текстильной, косметической и даже пищевой промышленностях. Также здесь производят сырье для спиртов и моющих средств. Одним из производителей этой продукции является Цех 2807. Включает в себя два производства. Производство тримеров пропилена, где вырабатываются тримеры пропилена, тетрамеры пропилена, фракции залифинов С7С8 и фентомеры пропилена. И второе производство – это производство алкилфенолов. Вот уже 30 лет Цех 2807 выпускает продукцию, которая ценится на мировом уровне. Хочется отметить, что данное производство – единственное в России. И чтобы соответствовать всем требованиям, Цех постоянно обновляется. Ну, работы тут, как говорится, всегда хватает. Мы фактически поменяли уже все реактора, тут перебили так. Часть поменяли, 12 реакторов на производстве. Реакторы являются одним из важнейших звеньев в этой нелегкой цепочке производства. Именно с них начинаются все процессы. Тримеры пропилен, которые приходят с первого производства Цеха 2807, смешиваются с фенолом. После чего в реакторах происходит процесс синтеза. Образовавшийся алкилат поступает в колонну. Алкилат – это вещество, в котором находятся три продукта. Их-то и нужно отделить и получить сырьем. После чего его нужно разогнать в колоннах и получить алкилфенол. В первую колонну мы отделяем тримеры пропилена, в вторую колонну мы отделяем фенолы. И в третью колонну мы отделяем монолкилфенолы. То есть, по сути, все реакции основные у нас проходят в реакторах. Разделение это происходит за счет подачи пары и нагрева данного алкилата. За всеми этими процессами наблюдает из операторной. Ее, кстати, в скором времени ждут большие перемены. У нас планируется РСУПАС внедрять, да. Но это не в этом году, но, может быть, в следующем или позапрошлом. Проект уже выпустили, но пока решается вопрос финансирования, пока да. Сейчас коллектив цеха 2807 – это молодые целеустремленные химики. Общими усилиями они выполняют свою работу успешно. Потому любой потребитель компании «Нижнекамскнефтехим» может быть уверен в качестве получаемого продукта. Рустам Калимулин, Лисан Саитова, телеканал «Нефтехим». На заводе стирола и полиэфирных смол продолжаются ремонтные работы. В центре внимания два цеха – этилбензола и стирола. Заводчанам предстоит провести на обеих площадках масштабную реконструкцию в короткие сроки. От качества этого ремонта зависит успешная работа цехов на будущие годы. Причем на этот раз масштаб работ действительно потрясающий. Здесь и чистка аппаратов, и ремонт, и даже замена огромного котла. Подробности в сюжете Рашини Валеевой. В цехе этилбензола под номером 2504 на протяжении капитального ремонта ведется несколько важных работ. Например, чистка колонны К-53. Из установки вынимают тарелки, разбирают их на сегменты и опускают на землю. Затем эти части сортируют. Негодные отправляются в утиль, их заменяют новыми. А остальные промывают и очищают с помощью гидромонитора. Дело очень трудоемкое. Тарелок всего 60, и каждая состоит из 8 сегментов. Да и помимо чистки колонны, у ремонтников еще немало работы. У нас проводится замена скрубера, который предназначен для улавливания углеводородов, порожков, чтобы не было выбросов в атмосферу. Приступаем к замене скрубера в цехе 2504. В данный момент происходит подготовительная работа, которая заключается в следующем. Демонтаж старого скрубера, который изготовлен из титана. И вместе с него устанавливается. Это скрубер, изготовлен из стали, футированных второпластами, который стойк к среде, агрессивным средам. Что касается цеха 2514, здесь заводчанам предстоит заменить барабан котла-утилизатора. По словам главного механика, по результатам проведенной экспертизы, был сделан вывод, что аппарат свой ресурс уже отработал и подлежит замене. Теперь барабан нужно демонтировать. Во время этой работы ремонтники должны соблюдать большую осторожность. Поэтому за ходом реконструкции наблюдают представители пожарной охраны. Проверяем огневые работы по проверке противопожарного режима по соблюдению. Работает исправно. Заводчане называют реконструкцию котла-утилизатора уникальной работой. И не только потому, что демонтировать барабан, а потом поставить на его место новый, нужно в сжатые сроки. Диаметр конструкции – 3 метра, ее длина – 7,5, а вес барабана – 40 тысяч килограммов. Его поднимают при помощи крана, медленно и аккуратно. От вида огромной трубы, плывущей по воздуху на тросах, не может не захватить дух. Но благодаря мастерству опытного крановщика успех этой работе обеспечен. Старый барабан на земле пришло время для установки нового, который уже успели доставить на территорию цеха. Перед пуском его обязательно подвергнут гидроиспытаниям. Также следует отметить, что параллельно в цехе ведутся и другие, чуть менее зрелищные, но настолько же важные работы. По основным монтажным определяющим методом – это монтаж линии контактного газа, монтаж линии оборотной воды и ремонт линии контактного газа между сексами АВЗ. На помощь заводчанам в ремонте приходят сотрудники других подразделений, а также подрядных организаций. Такие меры, разумеется, оправданы, ведь на реконструкцию отводится всего 10 дней. Они пишут историю. Хоккейная команда «Реактор» в решающем матче четвертьфинальной серии, разгромив сибирских снайперов со счетом 6-1, вышла в полуфинал Кубка Харламова. Стоит отметить, что наша молодежка никогда не была так близка к заветному трофею, и далось им это нелегко. С Нижнекамскими хоккеистами встретился Айрат Салимов. Соперником «Реактора» в полуфинальной серии стал Череповецкий «Алмаз». Данная команда в этом сезоне показывает непредсказуемый результат. Выйдя в плей-офф с шестого места, череповчане выиграли два раунда и выбили из турнира фаворитов «Лока» и «СК-1946». «Алмаз» очень хорошая команда, у них очень хорошее употребление большое. С первой команды опустилась. Вообще считают, что западная конференция играет поактивнее, хоккей немного другой хоккей об этом говорят. Но мы отталкиваемся от своей игры, мы знаем, надеясь, что мы знаем, как играть против активной игры, мы знаем, у нас есть своя игра, когда соперник позиционно обороняется, серьезно готовится. И поэтому надеюсь, что игры такие у нас получатся интересные. Путь к финалу Кубка Харламова у нижнекамских хоккеистов был иной. Наша молодежка провела 60 встреч, из них 13 проиграны в основное время, две игры в овертайме и пять по булитам. В итоге «Реактор», набрав 123 очка, в регулярном чемпионате занял первую строчку Восточной конференции. Команда шла на первом месте достаточно долго, понятно было, что «Реактор» именно будет в плей-оффе. Никто не знал, что будет дальше, никто не знал, что мы пройдем раунд, первый раунд, второй раунд. А так, хорошее усиление пришло с первой командой, которые ребята в каждом матче, можно сказать, решают вопросы. Посмотрим, у нас одна команда, будем биться до последнего. У усилений и правда пришло неплохое. Взять, к примеру, нападающего хоккейного клуба «Нефтехимик» Павла Порядина. 21-летний нападающий практически в каждом матче из «Реактора» набирает очки. По словам нашего героя, атмосфера в команде, да и тренировочный процесс по сравнению с «Нефтехимиком», пусть и немного, но отличается. Ну, конечно, тут молодежная команда, там взрослая, где-то тут, наверное, вот эта молодежная страсть у ребят, где-то там чуть, все на равных условиях, в плане возраста, а там где-то кто-то постарше уже. Семьи у кого-то, вот. Ну, в принципе, атмосфера везде и там, и там хорошая, рабочая, поэтому все будет нормально. Сможет ли наша молодежка выйти в финал, узнаем уже скоро. В этот четверг, 6 апреля, в «Нефтехим» арене в 18 часов состоится вторая игра против «Алмаза». Напомним, что раунд идет до трех побед. Тренинский состав и игроки команды «Реактор» уверены, что только вместе с любителями настоящего хоккея и болельщиками клуба они смогут пройти дальше и поднять над головой кубок «Харламова». Айрат Салимов, Ляйсан Саитова, Роман Мальцев, телеканал «Нефтехим». У меня на этом все. С вами был Альберт Меншин. Все наши сюжеты вы можете найти на сайте media.nknh.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Немного о погоде на четверг. В студии Анна Дочкина, здравствуйте. В нашем городе сохранится солнечная погода. Днем воздух прогреется до плюс трех градусов. Ветер падает юго-западный, умеренный. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. В ночное время столбик термометра опустится до 0 градусов. Погода наконец-то настроилась на окончательный и бесповоротный приход весны. С каждым днем температура потихоньку повышается, но не все дни будут безоблачны. Местами пройдет небольшой дождь. Говорить о стабильности еще рано, поэтому без ночных минусов пока не обойдется. А на этом все. Желаю вам хорошего новостейного настроения. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова